Приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я хочу затронуть тему документов, а точнее, что делать, куда бежать, но самое главное, сколько стоит поменять родной, но уже просроченной или с подходящей к концу действия датой украинский загранпаспорт на новый. Ребят, моя печальная история, я надеюсь, будет для кого-то такой вот информацией на заметку, не повторяйте моих ошибок, не ждите до последнего и предпринимайте какие-то меры заранее, тогда вы сэкономите большое количество нервов и немаленькую сумму денег. В общем, обо всем по порядку. Мой украинский загранпаспорт заканчивается в августе этого года. Самое печальное для меня, то, что я об этом знала и даже обсуждала с моей подругой данную ситуацию еще зимой. Моя подруга сказала, Вика, не жди до последнего, пока ты доберешься до посольства, пока ты закажешь этот паспорт, сколько они его будут делать, пока получишь, вот как раз у тебя к лету будет новый действующий паспорт. Я ее послушала и ничего не сделала. И в итоге поплатила я за свою ошибку достаточно приличной суммой денег. Вот. В общем, когда уже я начала заниматься поиском информации, я посмотрела, что ближайшее украинское посольство находится в городе Сиэту. Да, кстати, паспорт поменять, ну, как вы уже поняли из контекста, можно в посольстве соответствующей страны, гражданином которой вы являетесь. Ну, вот в моем случае, поскольку я гражданка Украины, мне нужно было идти именно в украинское посольство. Вот. И оно оказалось в Сиэтле. Ну, учитывая то, что я живу достаточно далеко, для нас это где-то 5 часов езды на машине. И то, если трафик нормальный, то есть 5 часов туда, 5 часов назад. Ну, достаточно длинная такая вот подорож, поездка. Ну, в принципе, это можно пережить. Как происходит вообще сама процедура получения нового паспорта? Итак, необходимо найти посольство своей страны, посмотреть, какие у них приемные дни и время, ибо оно может меняться. Приехать в это посольство лично, это одно из условий, заполнить соответствующие бумаги, ждать где-то до 3 месяцев. Но самая вообще шокирующая для меня была информация, что получить свой любимый украинский новый паспорт я могу тоже только лично. А это значит, что мне нужно опять ехать второй раз в посольство. Это был АТАС. Честно говоря, здесь бы я повозмущалась. Я не знаю, зачем они придумали вот такую сложность, учитывая то, что, например, даже американцы свои паспорта могут обновлять и получать по почте. Все очень просто. Никуда лично не нужно ездить, а тем более второй раз за одним и тем же. Но почему-то вот украинский паспорт нужно один раз заказывать лично и получать его тоже лично. Это вообще, представляете, какая трата времени вообще. А если бы, предположим, кто-то работает, в какую тяжелую ситуацию попадает человек, ему как минимум нужно отпроситься с работы, выделить на это время, но самое главное деньги. Об этом сейчас чуть-чуть попозже скажу, и немало. Мой муж по роду своей деятельности достаточно часто ездил в Сиэтл. И, наверное, из-за этого я сделала свою вторую ошибку. Я расслабилась. Мне казалось, окей, там в феврале он или в марте ездил, время еще есть, но поеду в другой раз. С ним какие проблемы? Тем более, что когда он ездил в марте, это все было достаточно... Решение было принято достаточно быстро. Я как раз была в процессе получения своей новой первой работы. И я решила, окей, не буду рисковать, поеду позже. Значит, для меня это была катастрофическая ошибка. В апреле мы съездили в Портланд, и получилось так, что больше никаких поездок в Сиэтл, тем более, у него уже не было. Таким образом, я досиделась до июля месяца и поняла, поездок как не было, так и нет, а паспорт уже скоро закончится. Поэтому, как ни крути, нам нужно ехать специально в Сиэтл и решать этот вопрос. Да, и свой такой вот самый один из крупных шоков я получила, когда начала уже конкретно смотреть приемные дни, время, как же попасть в это посольство, чтобы закончить все это дело с паспортом. Оказалось, что, значит, в данной локации они не занимаются заменой паспортов. Ла-ла-ла! И для того, чтобы получить свой дорогой, любимый паспорт, мне нужно на секундочку, ни много ни мало, лететь вообще в другой штат Колорадо, в город Сан-Франциско. Да-да-да! Вот это был реально нежданчик, как говорят у нас. В общем, ребят, кто в такой же ситуации и знает, что у него скоро может закончиться паспорт, имейте в виду вывод номер два. Даже если вы посмотрели заранее, где находится посольство вашей страны, то не факт, что по этому вопросу вам нужно идти в это посольство. Поэтому посмотрите, в какой город вам, возможно, придется ехать, для того, чтобы заменить этот документ. В общем, когда я об этом узнала, у меня, конечно же, был такой нервный стресс, поскольку для того, чтобы поехать в Сан-Франциско, во-первых, мне нужно теперь большее количество дней уладить этот вопрос, но самое главное, это все влетит в достаточно приличную копеечку. Как я уже посчитала, паспорт стоит, во-первых, 130 долларов, но где-то вот в 550 долларов мне обойдется удовольствие одной съездить в Сан-Франциско. Как говорится, вот я просто не знала, куда мне потратить 550 долларов, а теперь я знаю, потрачу, чтобы поменять паспорт. Ну, это, ребят, просто трындец. Да, но еще самый интересный вывод, который я сделала, так это же 550 долларов, мне нужно только на одну поездку, но мне придется потратить еще 550 долларов, чтобы потом съездить и получить паспорт, когда он будет готов, ура, а вот 1100 долларов я вообще не знала, куда потратить, теперь знаю, потрачу на получение паспорта, плюс стоимость паспорта 130 баксов. Как вам ценничек? В общем, кого можно винить в этой ситуации? Ну, в принципе, только себя. О том, что паспорт у меня заканчивается, я знала, если бы по совету своей подруги, я бы сразу простудировала всю информацию от и до и поняла, что попадаю на такие деньги, что бы я сделала? Да я бы в тот же день купила билет к себе домой, в Украину. Ведь 1100 долларов – это плюс-минус та цена, которая мне нужна для того, чтобы съездить домой. Но, я думаю, меня поймет каждый. Вот когда ты планируешь отпуск и тратишь на это деньги для того, чтобы оказаться конкретно в том месте, в котором бы ты хотел быть, это совсем один вопрос. Но когда ты, ну, живя своей жизнью, делая какие-то планы, понимаешь, что тебе нужно потратить какую-то приличную сумму денег, вообще непонятно на что, конечно же, это, ну, мягко говоря, расстраивает. Да, и почему я была, вот, как говорится, суперапсет? Ну, потому что я поняла, блин, 1100 долларов – это те деньги, на которые бы я могла слетать домой, увидеть родственников, закрыть кучу вопросов, которые мне нужно решить у себя в стране, а не выбросить их просто в космос. Ну, опять же, винить можно только себя, ибо если бы я сделала всё правильно, я бы уже съездила домой, поменяла бы у себя в Украине этот злосчастный паспорт и вернулась бы уже с новым паспортом без никаких проблем. В общем, ребят, надеюсь, это видео вам поможет не сделать таких ошибок, как я. Да, конечно же, повезло тем людям, которые живут конкретно в том городе, в котором находится посольство, занимающиеся вопросами замены паспорта. Ну, тогда вы счастливчик. И вся цена вопроса для вас – это 130 долларов за, собственно, сам документ. И никаких экстра расходов вы уже не получите. В моей же ситуации, учитывая, как далеко я проживаю от славного города Сан-Франциско, ценник моего путешествия будет достаточно приличный. То есть, 1100 долларов где-то, по моим оценкам, плюс 130 долларов за паспорт. Да, и я вообще молчу о том, что мне, конечно же, придётся отпрашиваться на работе, мужу придётся отпрашиваться на работе, то есть мы потеряем какие-то дни. Ну, в общем, что ещё сказать? Печаль печальная. Да, и это путешествие для меня достаточно проблемное, поскольку оно длительное. Нам нужно ехать сначала до Сиэтла, потом мой муж будет ждать меня в Сиэтле, пока я в течение одного дня смотаюсь на самолёте туда и назад в Сан-Франциско, и потом мы будем целый день возвращаться домой. Ну, в общем, ничего хорошего я в этом не вижу. Вот. Мы, конечно же, думали и рассматривали тот вариант, не поехать ли нам вдвоём. Ну, коль так уже получилось, почему бы не устроить такой двух-трёхдневный отпуск, посмотреть заодно Сан-Франциско. Но правда такова, что в Сан-Франциско отели очень дорогие. Ну, в данном случае мы не можем себе такие позволить. А жить в каком-то дешмановском мотеле, да ещё и долларов за 160 в день, помимо всей стоимости путешествия, ну, получается очень накладно. Билет тоже в Сан-Франциско стоит прилично. Вот самый дешёвый вариант, который я нашла на одного человека туда и назад, это 250 долларов. Да, печаль печальная. В общем, ребят, уже подробно, как мы ездили, как спланировали путешествия, что было, какая процедура конкретно по получению паспорта, будет отдельное видео. Поэтому, кому интересно, оставайтесь на связи. Вот. Ну, а на этом данное видео заканчиваю. Увидимся в следующих. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok